здравствуйте дорогие друзья рисуем мандарины я подловила декабрьский луч солнца и начала рисовать мандарины положила их на полотенчика мне показалось что это прекрасный ритм то есть я думаю всегда о композиции не просто так положила куда положила ну и свет и тень меня всегда волнуют то есть мне понравились здесь тени на стену не на горизонтальную поверхность она вертикальную очень оригинальная тень получилось вот я начала сам бы светлого сначала с этого я не знаю как то называется которая под цедрой находится в общем светленькая мандаринки сейчас я наношу светлый тон этой вот непосредственно мякоти поверх которого я буду делать уже более темные фрагменты чтобы изобразить прожилки кстати я купила краску ван гог на пробу и вот это вот краска как раз она и есть ну то ли самовнушение то ли что но мне кажется она очень хорошая посмотрю еще на практике очень ярко светило солнце низкое солнце поэтому мандарины были прямо красные в тени хотя в тени должно быть все холодное а тут красная как бы они насквозь светятся кое-где оставляю светлые фрагменты бликов тут нет поверхность довольно матовая я не стала шкурку убирать хотя можно но следующий раз поэтому все матовая это беленькая штучка матовая эти пленки матовые поэтому ничего не бликуют совсем зато сам мандарин сильно влияет окружающую среду на салфетку которая под ним на стену я делаю по сухому ну надо будет еще вариант по мокрому сделать то же самое ну или немножко другое я рисую черной речкой кисточками и рублев но в основном черной речкой формата 4 бумага 300 грамм хлопка 50 вот прожилки начались на том фоне которые я задала теперь делаю прожилки то есть такие капсулы в которых расположен сок дети решила еще усилить фон для прожилок мне показалось очень светло слишком светло я неоднократно говорила что рисование таких теплых оранжевых желтых предметов составляет трудность некоторую потому что когда человеку хочется сделать более темный тон человек набирает очень много краски при этом акварель становится гуашью а темнее не становится поэтому надо добавлять более холодные краски бумага всегда должна просвечивать сквозь краску также как в графике карандаш не должен все бумагу закрывать также краска не должна полностью зашпаклевывать бумагу бумагу это все это все это все на кисточке всегда должна быть капля кисточка должна быть мокрая и тогда краска хорошо растекается по поверхности бумаги кисточка должна быть мокрая и т.д. кисточка 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 это вот беленькая вещество которое в тени находится в тени холодны ¿That building? я вас правила теперь прожилки главное тут не переборщить а это падающая тень в виде короны получилось то есть там это торчит соседние соседние дольки получилось как корона очень актуальненько получилось символ гол года получился очень яркая мандаринка получилось но это все благодаря этому декабрьскому свету солнечному я специально подгадала чтобы поймать этот свет он конечно быстро убежал сфотографировала сейчас пошли подробности тени от дольки на дольку падающие вот я ввожу холодные тона краски ван гук очень хорошие в самом деле не зря их хвалят надо еще попробовать рубинс хотя белые ночи меня всегда устраивали ну надо все изучить я пробовала японские краски мне показалось они проигрывают нашим пробовала чешские тоже проигрывают милые подробности ну а теперь самое вкусное это тень тень падающая такая вот она не под самими мандаринками а так вот сбоку сверху не характерно тут я решила отделить то затемнилась слишком вот эта беленькая штучка в тени темнее чем оранжевый цвет вот здесь я разобралась что-то должно быть темнее что-то должно светлее было бы очень неправильно здесь не применить холодные цвета они всегда есть если есть тень без тени не бывает вот мандаринки дают сильный рефлекс на поверхность полотенца вот я это сделала теперь тоже вкуснятина это падающая тень на стену сначала она очень холодно идет потом я добавляю туда потеплее цвет но она очень интенсивная вот все что я нарисовала слабым желтым цветом я сейчас уронила на стену это вот полосочки мне показалось для композиции они очень хороши так вот растекло слегка над нормально ну и оранжевый и зелененький хорошо сочетается так это падающая тень на горизонтальной поверхности моя задача отделить освещенную часть от теневой вот еще усилила падающую тень маленькие детали вот такой маленький этюдик мандаринки у всех есть я думаю у вас все получится ставьте лайки подписывайтесь рисуйте все что попадется вам под руку еще раз всех с новым годом до свидания